Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про два морских английских побережья, куда мы отправились с мамой в конце мая 2017 года, после того, как я окончила свой первый университет. Это Eastbourne и Backshill. И так, как обычно, по традиции, на каникулы ко мне приехала мама, и я запланировала на уикенд, так как в будни я все еще продолжала работать няней, поездку на море. Это суббота, 27 мая мы поехали в город Изборн, а 28 мая мы посетили Backshill-on-Sea. Я уже рассказывала, что обычно я планирую такие поездки заранее, чтобы сэкономить на билетах, поэтому где-то за неделю, две или три я купила билеты. В Изборн мы выехали в субботу с вокзала Виктория, поездом Созан, и ехали всего лишь полтора часа. То есть, в принципе, как до Брайтона. Изборн находится недалеко от Брайтона, о котором я вам уже рассказывала. Если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну, а в этот раз мы решили посетить город Изборн, о котором я знала. Единственное, что там проходит знаменитое авиашоу, которое называется Airborne. Смолеты летают над морем в разных городах Великобритании. Я много раз ездила в Бормут и смотрела это авиашоу там. Оно проходит в конце августа. Я уже о нем рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. И просто хотела посмотреть, стоит ли ехать в Изборн на другое авиашоу. Оно, по-моему, платное, а в Бормуте бесплатно. Чтобы снять его там, в этом городе. Ну, поняла, что, в принципе, одно и то же, что в Бормуте, что в Изборне. Смотреть на виражи самолетов интересно в любой точке Великобритании. Итак, Изборн – это город в Англии, который находится в восточном Сассексе, на южном побережье Северного моря и пролива Ла-Манш. Он находится между такими крупными городами, как Гастингс и Брайтон. То есть, где-то посередине между ними. До 19 века Изборн оставался небольшим поселением, но постепенно четыре его района разрослись до масштабов города. И когда до него проложили железную дорогу, он стал одним из главных викторианских прибрежных курортов и остается популярным по сей день. Изборн расположен у восточной оконечности южных низин, неподалеку от знаменитого мелового утеса Бичи-Хэт, высота которого достигает 162 метра над уровнем моря. На этом утесе был развеян прах Фридриха Энгельса, согласно его завещанию. В городе расположен Девоншир Парк Лоу Теннис Клаб, регулярно принимающий различные теннисные мероприятия мирового масштаба. Население Изборна составляет более 100 тысяч человек. Город живет туризмом. Сюда очень часто из Лондона приезжают как жители Великобритании, так и его гости. Дорога от Лондона до Изборна составляет всего лишь 87 километров. И люди приезжают сюда на уикенд, на несколько дней отдохнуть, позагорать и покупаться. Изборн славится своими пляжами. Приехав в город, мы вышли из железнодорожной станции и направились в центр. По пути в шоппинг-центре мы увидели вот такие вот разноцветные зонтики, и сразу создалось летнее настроение. Мы прошлись по Хай-стрит, где находится огромное количество магазинов, и вышли на набережную. Набережная Изборна запоминается своим променадом и пирсом с золотыми куполами. Вот так вот он выглядит, как будто бы купола русских церквей. Не знаю, почему-то мне это напомнило. На многих пляжах не разрешается находиться с собаками, но есть некоторые территории, специально отведенные для гостей с собаками. Люди часто прогуливают своих питомцев по променаду, валяются на газонах. И обратите внимание, собаки, даже большие, бегают и играют с другими собаками без поводков. В отличие от нас, я уже рассказывала, что у нас с каждым годом всё сложнее гуливать собаку без поводка. Город цветущий, пахнущий. Мы нашли даже вот такие вот букетища из гладиолусов. Очень тихий и спокойный курорт. Мы прошлись по променаду, увидели какую-то крепость. Это, конечно же, крепость, связанная с защитой своих территорий в годы Первой и Второй мировой войны. Также мы увидели вот такую вот будку, где написано, что за 12,5 фунтов вы можете позвонить и заказать себе прогулку на старинном Роллс-Ройсе 1927 года, проехаться по всей набережной и обратно с ветерком. Но число желающих прокатиться должно быть не менее двух человек. Мы зашли в музей Lifeboat, то есть спасательных лодок, и там поразглядывали различные экспонаты. В общем, в этот день мы просто гуляли и наслаждались погодой, солнышком. Купаться ещё было холодновато. И в конце мы увидели, что в городе идёт карнавал. Ну, мы сели на дорожки и стали смотреть этот карнавал. Кое-что я сняла. Вот так вот жители города развлекаются в выходные дни. У них очень часто проходят различные фестивали, конкурсы и соревнования. Поэтому, если кто хочет отдохнуть от Брайтона, допустим, то можно выбрать маршрут до Изборна и посмотреть этот город. Далее мы как раз вот на этой дороге, где проходил карнавал, нашли свой отель, который я забронировала за 61 фунт. Это был Waterside Boutique Hotel. Маленькая комнатка, двухспальная кровать и практически одно окно. Но, так как мы уже устали скитаться по городу, мы пришли вечером в отель, попили чаю, завалились, посмотрели телевизор и уснули. На утро мы встали, позавтракали и отправились в наш следующий город под названием Бэксхилл. В 10 часов мы сели в поезд и буквально через 15 минут мы уже были на нашем новом месте Бэксхилл-он-Си. Это небольшой городок с населением около 45 тысяч человек. Также является популярным морским курортом. Самой популярной достопримечательностью Бэксхилла является павильон Делавар. Это здание, внесенное в список первого класса, расположенное на берегу моря. Оно стало результатом архитектурного конкурса, инициированного Гербраном Саквеллом, девятым графом Делавар. В честь которого и было названо это здание. Убежденный социалист и мэр Бэксхилла убедил совет города построить такое здание, превратить его в общественное место, где был бы построен развлекательный зал вместимостью в 1500 человек, ресторан на 200 мест, читальный зал и гостиная. В этом городе находится огромное количество спортивных клубов, футбольный, регби, гольф, крикет. Бэксхилл также является домом Академии плавания РОФ, предлагающей уроки плавания для детей. Здесь также проходит огромное количество мероприятий. В 2017 году Бэксхилл поставил мировой рекорд по количеству русалок, где проходил парад русалок, в котором приняло участие 325 морских владычиц на ежегодном фестивале «Фестиваль моря». Кстати, парад русалок я пару раз застала в городе Брайтон. Если хотите, можете посмотреть в этом ролике, как выглядит английский парад русалок. Выйдя на вокзале в Бэксхилле, мы увидели сразу вот такой вот красивый, огромный кадиллак, точнее, это был линкольн розового цвета, такой в стиле барби. Но мы, конечно же, пофотографировались на его фоне, я сняла его на видео и пошли дальше гулять по набережной. Я думаю, что этот линкольн как-то отражал историю города, потому что именно в этом городе в 1902 году зародились британские автогонки. К сожалению, эти соревнования после 100-летнего юбилея перестали проходить, но история помнит всё. Мы погуляли по городу, позагорали, посмотрели на людей, посмотрели, как дети веселятся в фонтанчиках рядом с павильоном. В павильоне, кстати, купили фишн-чипс, пообедали, также зашли и посмотрели выставку, которая там находится. По-моему, там что-то было из современного искусства. Затем мы опять походили, посмотрели сам город. Очень много цветов, огромное количество. Даже увидели во дворе вот такие вот каулы, растут прямо под твоим домом, образно говоря. Затем я всё-таки рискнула и пошла искупалась. Открыла сезон, так сказать, в конце мая. Это, наверное, был самый ранний период, когда я рискнула зайти в воду ещё весной. Море северное, холодное в Англии. И люди ездят купаться на побережье где-то в конце июня, июля. И я очень хотела купаться, я обожаю море. И поэтому зашла. И оказалось, вода достаточно тёплая. Там, кстати, проходили всякие соревнования. Парусная регата. По-моему, были какие-то международные соревнования по академической гребле. По крайней мере, итальянский флаг на одной из байдарок мы заметили. Ну, как бы так отдых получился прогулочного типа. Но в конце я всё-таки рискнула и искупалась. После чего уже полшестого мы сели в поезд и отправились на вокзал Виктория. Билеты туда и обратно нам обошлись в 34 фунта. То есть 17 фунтов в Истборн и также 17 фунтов из Бэксхилла в Лондон обратно. И 11 фунтов, там 40 копек, по-моему, между этими двумя городами. Вот таким вот было наше путешествие на один уикенд на южное побережье Англии в города Истборн и Бэксхилл. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Продолжение следует...